Не знаю, Екатерина, вы будете записывать или нет? Вот я включила запись. Спасибо, все, тогда, если да, кто-то не смог присутствовать, ничего страшного, может посмотреть по записи. Значит, у нас сегодня встреча с группой журналов, напомню, индексация которых уже происходит в Скобусе. И я секундочку сейчас расшарю свой экран. Прямо сначала. И я сегодня хотела бы обратить ваше внимание на тот момент, который затронула в нашей установочной сессии или установочной конференции. Знаете ли вы о себе и знаете ли вы, как вас цитируют? Я сегодня покажу вам несколько шагов, как эту информацию можно посмотреть и как можно ее проанализировать, используя доступные инструменты. Но прежде чем приступать к этой информации, вы, конечно же, должны быть уверены, скажем так, или должны четко понимать, что текущая информация, которая представлена в Скобусе, она корректна в отношении вашего журнала. Итак, напомню вам, что, в принципе, вы все, наверное, если вы подавали заявку в Скобус, вы ожидали где-то примерно 12 месяцев от момента подачи до рассмотрения и принятия решения. Индексация начинается с года подачи. И обращаю ваше внимание на то, что добавление архива возможно. И оно будет более, скажем так, приемлемым в случае, если журнал индексируется уже несколько лет и показывает хорошие, скажем так, показатели или результаты. Больше ссылок, журнал растет в рейтингах по журнальной метрике. Больше международности появляется, более авторитетных авторов и так далее. Но индексация архива или запрос на индексацию архива также возможна, если архив соответствует формату и соответствует, скажем так, точнее, извините, формат архива соответствует минимальным требованиям Скобус. То есть заглавие статей, аннотация, ключевые слова должны быть на английском для архива в том числе. При статейной литературе в транслитерации, ну, собственно говоря, вот этот минимум, да, англоязычный минимум, который потом появится в Скобусе, он должен соответствовать требованиям Скобус. По поводу передачи данных, если у вас нет никаких нареканий, скажем так, со сроками индексации, обычно для наших собственных журналов мы говорим о том, что это где-то занимает 2-4 недели, то есть с момента появления новых статей на сайте до момента появления вот этих записей в Скобусе. 2-4 недели для непосредственно эльзивировских журналов. Если мы говорим для всех других журналов, особенно тех, которые, чей контент мы забираем напрямую с сайта, и, конечно, все зависит от того, как это, говорится, запрограммировано, да, у вас на сайте. Если все распознаваемо, машиночитаемо, нет ошибок, то, в принципе, ну, вот где-то процесс индексации занимает около 4 недель, месяц. Бывает дольше, особенно это касается журналов, которые передают свой контент через FTP-сайт, то есть это отдельная такая площадочка, которая вам дает доступ, куда вы выкладываете новый контент в PDF-формате, и уже дальше коллеги забирают, опять-таки это PDF и более запрограммированы, и уже работают с вашим новым контентом. Все вы, наверное, заполняли так называемый permission-форм или coverage-форм, где указывали контактную информацию, где указывали способ забора или сбора контента и так далее. В любом случае, ваш основной контакт в отношении, скажем так, вопросов индексации технической, потеряны ссылки, потеряны какие-то статьи или задержка в индексации, это служба collection management, именно команды Scopus, и адрес этот вы видите. По завершении презентации я, как бы, вот все слайды, которые я сегодня показываю, я вышлю вашим коллегам Екатерина, Ольга Евгеньевна, они разошлют уже всем участникам. Итак, когда вы попадаете в Scopus, вы становитесь частью, на самом деле, большого процесса, и вы становитесь конкурентами. Конкурентами для других журналов, которые индексируются по тем же тематикам, в той же предметной категории, и конкурентами, скажем так, за авторов и за читательскую аудиторию. Обращаю ваше внимание на то, что мы все время, как бы, вот процесс оценки содержания, он происходит постоянно, мы все время мониторим содержание. И если мы говорим о, скажем так, не очень положительной стороне, скажем так, о негативных некоторых проявлениях, то могу сказать, что контроль, за этим поведением у нас ужесточился. И мы стараемся пресечь, скажем так, любую попытку журнала после включения в Scopus сделать из этого бизнес в ущерб контенту, в ущерб содержанию. Но я знаю, что это как бы не относится к вашему журналу, к вашим журналам университета, все-таки вы, скажем так, серьезные издатели. Тем не менее, наверное, эта информация будет вам полезна. Итак, три источника, на основании которых, скажем так, журнал может попасть на переоценку. Это, во-первых, прямые жалобы или прямое информирование пользователей или соответствующих комиссий о нарушениях этики, этике научной публикации. Что сюда может быть включено? Например, свидетельство того, что была опубликована статья без рецензирования или опубликована статья с, скажем так, известными фактами приписанного авторства. Конечно, сложно доказать, но тем не менее, мы такие вопросы рассматриваем. Далее. Каждый год для каждого журнала мы рассчитываем ряд метрик, около шести метрик, и сравниваем эти показатели со средними по предметной области. Если журнал по пяти из шести метрик, скажем так, проваливается в отношении среднего показателя, то есть показывает худшие результаты в два раза, минимум в два раза от отличия от средних показателей, то мы ставим этот журнал на переоценку. Кроме того, у нас действует разработанная нашими IT-коллегами программа, которая называется «Радар», и она позволяет выявить так называемые аномалии в поведении. Например, резкое увеличение публикаций в журнале, то есть это в три, в четыре раза, или вдруг увеличение числа публикаций авторов отдельной организации. Опять-таки, все в сравнении в рамках ранее опубликованного контента именно этого журнала. Или какое-то аномальное самоцитирование журнала. Итак, «Радар», он просто фиксирует аномалии поведения конкретного журнала, и это может быть причиной попадания журнала на переоценку. Итак, во всех этих трех случаях журнал попадает на переоценку тому самому Международному комитету по отбору содержания. И они уже принимают решение о продолжении или о прекращении этого журнала. Причем, если вопрос касается этики, то такое решение может быть принято очень быстро. Вот здесь вы видите, в течение одного-шести месяцев, так вот, в отношении этики решение принимается даже в течение одного месяца. Итак, в случае, если по журналу принято решение о прекращении индексации, с момента, когда журнал поставлен на переоценку, мы притормаживаем, скажем тогда, мы как бы on-hold, на паузу ставим индексацию его контента до момента вынесения решения. Если комитет по отбору содержания вынесет решение о прекращении индексации, мы просто перестаем добавлять новый контент в скопус из этого журнала. Если решение об индексации будет положительным, то есть мы продолжаем индексацию, то вот этот как бы поставленный на паузу контент, он появится в скопусе. Только в исключительных случаях может быть принято решение об изъятии уже проиндексированного контента. Но это очень-очень редко. Наверное, из всех журналов это где-то 10% коснулось. И то это может коснуться отдельного там выпуска. Ну вот на моей памяти это коснулось в прошлом или позапрошлом году одного журнала. Там изъяли контент, проиндексированный за последние полгода, признав его, скажем так, практически с грубыми нарушениями этики. И вообще ненаучным. Но чаще всего, как я уже сказала, мы просто прекращаем добавлять новый контент. Ну и, конечно, мы удаляем контент. Вы, наверное, слышали так называемые hijack journals, да, сворованные журналы, сайты. Были у нас пару случаев, когда мы фиксировали информацию. Также, скажем так, айтишники, они перенаправляли ссылки, да, каким-то образом с оригинального сайта журнала на поддельный. И контент, соответственно, забирался уже с поддельного сайта. Но это быстро было, скажем так, определено, выявлено. И, на самом деле, такие случаи появились первый раз в прошлом году. И, конечно, вот такой фейк, да, фейковый контент, поддельный контент, он был удален с сайта. Итак, в первую очередь, что вам нужно проверить, вот прежде чем, скажем так, вы вообще перейдете к анализу, проверьте, что информация о вашем журнале на страничке вашего журнала, да, сейчас мы это называем карточкой журнала, она корректна. Обращаю ваше внимание на то, что вот на странице журнала есть так называемая статическая и динамическая информация. К статической информации относится вот эта информация, которая представлена в верхнем левом углу. То есть название журнала, период охвата, издатель, АССН и предметная область. Вот эта информация на сегодняшний день, несмотря на то, что в течение года вы можете подавать заявки на изменения, но она меняется всего лишь два раза в год, в апреле и примерно где-то в октябре каждого года. То есть, например, если вы, причем собирается эта информация для обновления, ну, как бы, точнее, срок подачи, да, информации для очередного обновления, она где-то за месяц, ну, даже, ну, да, где-то минимум за месяц до момента обновления. И в этом году команда Скопус, скажем так, для октябрьского обновления, они принимали заявки до 20 сентября этого года. И, соответственно, все заявки, которые пришли до 20 сентября, были потом отражены в октябрьском обновлении. Оно случилось, по-моему, где-то в конце октября. Соответственно, если у вас уже сейчас есть какие-то моменты, которые требуются обновить, название или издатель, или АССН, или предметные области вы хотите поменять, высылайте эту информацию, вот, может, уже высылать сейчас, и в апрельском обновлении, то есть в 20-х числах она будет. Можно эту информацию высылать до, ну, давайте, до 15 марта включительно. Поэтому, скажем так, это такой не очень быстрый процесс, имейте в виду. Что касается динамической информации. Динамическая информация – это непосредственно содержание журнала. Поскольку журналы издаются по-разному, некоторые еженедельно, некоторые ежеквартально или ежегодно, по мере поступления контента в скопус, его обработки, раздел скопус Content Coverage обновляется соответственно. То есть появляется новая статья в скопус, они же и появляются в списке, в карточке журнала. Сайдскор, сайдскор, рэнк и трэнс – эта информация, вот особенно рэнк и трэнс, она обновляется вообще раз в год по мере расчета журнальной метрики, один раз в год, я об этом чуть позже скажу. Ну и сайдскор, если вы помните, я еще в онлайн-режиме покажу, текущий сайдскор, он, по-моему, обновляется один раз в месяц. Сами метрики, как я уже сказала, информация о них, точнее метрики журнальные, рассчитываются раз в год, на данных скопус, соответственно, обновляется тоже раз в год. Итак, по всем вопросам корректировок в журнале, мы говорим о том, что эти заявки можно подавать через службу поддержки скопуса, в самом скопусе это ссылочка «Связь с нами», и здесь вот есть ссылочка «Имейл». Но, честно говоря, если вы хотите, как говорится, отследить всю переписку, всю информацию, чтобы не писать в никуда, ну, на самом деле, как бы техотдел получит этот запрос, но чтобы, ну, как бы было некое, да, вещественное свидетельство или доказательство, лучше, конечно, писать запрос в BD Content Helpdesk с копией моему коллеге Максиму Филатову, с которым мы договорились, он будет, скажем так, таким, как бы, локальным монитором этих вопросов, в случае чего поможет с разрешением непонятных вопросов. Важно в таких письмах, то есть если во втором случае мы говорим про письмо, важно обязательно указывать то название журнала, которое используется для индексации в скопус и АССН. Это, как говорится, минимальная информация, еще лучше добавить письмо, ссылочку на карточку вашего журнала. Кстати, обращу ваше внимание на то, что про карточку журнала, может быть, хотя это, поскольку у вас уже, ваш контент уже индексируется в скопусе, и карточки есть, но вдруг среди, скажем так, сегодняшних участников есть коллеги, которые только недавно получили уведомление о том, что они приняты в скопус, и вот сейчас, думаю, заполнили вот этот permission form, отправили, и что делать дальше, когда ждать появления карточки. Сама карточка, собственно говоря, как и информация внутри этой карточки, вот эта статическая, карточки появляются только два раза в год, опять-таки в апреле и в октябре. Собственно говоря, это тот же срок, когда и обновляется весь список журналов скопус. То есть может быть такое, что ваш журнал уже начали индексировать, то есть контент уже появляется, статьи появляются, а карточки еще нет. Дождитесь очередного обновления и, скажем так, посмотрите, проверьте, после этого обновления появилась карточка вашего журнала или нет. Итак, если мы говорим про уже журнал, если есть карточка, если уже есть достаточно контента для расчета метрик, то вы увидите, скажем так, заполненную страничку сайта «Скоры.Рейл» и «Тренды», вы увидите себя в списке других журналов, относящихся к той или иной предметной области. Итак, как к этому относиться? Вот часто спрашивают, а в каком мы квартире? Все зависит от того, какую журнальную метрику вы используете. Дело в том, что что такое квартир? Квартир – это четверть. Четверть некого массива, разделенного на четыре части. По метрике «Сайдскор» мы можем, скажем так, определить квартир вручную. Можно, я чуть позже покажу, как это сделать, используя, скажем так, систему. Можно, самый простой способ, выходите на карточку своего журнала, открываете «Сайдскор.Рейл» и «Тренды» и смотрите персинтель. Персинтель – это относительное положение журнала в данной предметной области по метрике «Сайдскор». Несмотря на то, что для журнала Russian Journal of Linguistics «Сайдскор» рассчитан, как бы его показатель 0,7, журнал занимает 66-й процентиль. И чуть выше вы видите вот это ранжирование, мы ранжируем от самого высокого процентиля до самого низкого по метрике «Сайдскор». Получается, что журналы, занимающие позицию с сотого по 76-й процентиль, это первый квартиль. То есть это первый квартиль по «Сайдскор». С 75-го по 51-й – это второй квартиль. С 50-го по 26-й – третий. И с 25-го по нулевой – это четвертый квартиль. Итак, если мы говорим о журнальных метриках, когда их начинают рассчитывать? Все три журнальные метрики рассчитываются на данных Скопуса. Они, конечно же, отличаются в методологии расчета. Source Normalized Impact Paper или СНИП. Возможно, кто-то из вас уже сталкивался с этой метрикой, если знакомился с черновым вариантом программы ПСАУ. Там как раз указывается один из показателей, скажем так, мониторинговых показателей, это количество публикаций университета по СНИПу в первом и втором квартире. Именно точнее по СНИПу. Это первый-второй квартиль. Итак, эта метрика рассчитывается институтом, по-моему, науки, изучения науки и технологий при Лейденском университете, CWTS. И в основе его заложено, на самом деле, в основе всех этих метрик заложено отношение ссылок к числу опубликованных документов. То есть ссылок, сделанных на журнал, к числу опубликованных документов. В метрике СНИП не исключение. Используется вот это соотношение, количество ссылок в определенном году на статьи, опубликованные в течение трех предыдущих лет, но еще и делится этот показатель на коэффициент потенциального цитирования. То есть вы понимаете, что разные предметные области ведут себя по-разному, мы об этом не раз говорили. В математике, в социогуманитарных науках количество соавторов, статьи, одной статьи очень небольшое, количество журналов небольшое, списки пристатейной литературы небольшие. Соответственно, потенциально эти статьи будут цитироваться меньше, чем, например, журнал Molecular Biology. Или где тысячи, больше тысячи авторов одной работы, и потом они ссылаются на эту совместную публикацию. Вот как раз СНИП учитывает вот эту разницу, скажем так, поведения наук, и журнал, рейтинговый журнал по математике может иметь почти такой же показатель СНИП, что и рейтинговый журнал по молекулярной биологии. Следующая метрика SGR нам знакомая, Саймага Journal Rank, очень популярная в России, я подозреваю, почему, да потому что очень хороший сайт, все понятно расписано, бесплатно зашел, посмотрел, какой квартир, пожалуйста. Это так называемая метрика престижа, принцип, в принципе, тот же самый, что и для СНИПа, и для РИМПа, фактора число ссылок делится на число опубликованных документов, но учитывается, из какого источника пришли ссылки. Если ссылки пришли из рейтинговых, топовых журналов данной предметной категории, например, журнал по математике, он имеет, скажем так, получил 100 ссылок из топового журнала по математике. Это не те же 100 ссылок из топового журнала по физике, они по-другому, да, весят. То есть здесь учитывается, опять-таки, вот та самая, ну, как бы, предметная, да, особенность и вес журнала в данной предметной категории. При этом это единственная метрика, которая ограничивает самотворительный журнал не более 33%. То есть это так называемая метрика престижа, и вы получаете больше HDR, если вы получаете, вы получаете, скажем так, ссылку из топового или рейтинговых журналов в данной предметной категории. сайт-скор, метрика, которая была разработана, скажем так, сотрудниками команд, изначально это был IPP, называлось, Лейденский университет, опять-таки, центр, да, изучения науки и технологий, тот самый, SWTS, но преобразовалось это в так называемый сайт-скор, и в этом году была изменена методология. Если раньше это было, использовалось, опять-таки, то самое отношение число ссылок, полученных в определенном году, но если мы говорим про 19-й год, то число ссылок, полученных в 19-м году, на статьи журнала, опубликованной в три предыдущих года, 18-й, 17-й и 16-й. С этого года сайт-скор еще рассчитывается по-другому, по сути дела, это средняя цитируемость статей журнала за 4-х летний период. Нет нормализации по предметной области, единственное, что есть ограничения по типу документов, которые используются. Все журнальные метрики рассчитываются один раз где-то в середине года. То есть, смотрите, в этом году рассчитали метрики 19-го года, сейчас у нас 20-й год. Почему? Потому что только к середине следующего года появится, ну, как бы, 99 практически процентов, ну, 95-99 процентов контента за предыдущий год. Потому что еще, например, декабрьские журналы там или номера, они запаздывают с индексацией, и их индексируют только где-то, как бы, вот эти декабрьские, ноябрьские номера, их индексируют только к маю, в некоторых случаях, следующего года. Опять-таки, все зависит от издания и так далее. Ну, вот, более детальное описание сайт-скор. И если мы говорим об ограничении в документах, то, учитывая, собственно говоря, это и относится и к числителю, и к знаменателю, берутся во внимание статьи, обзоры, конференционные доклады, книжные главы и опубликованные данные. Соответственно, из такого же типа документов и учитываются ссылки, да, числитель и знаменатель. Ну, вот, есть ли у вас вопросы по журнальным метрикам? Так, пока не... Нет, ну, в любом случае, если появится, вы дайте знать. Как посмотреть, и вообще, где посмотреть еще квартиры, вот помимо, а уж тем более, там, помимо сайт-скор. Во-первых, на самой страничке журнала вы увидите показатели, сайт-скор, SGR и SNIP для каждого журнала. Выгрузить весь список с показателями можно в разделе «Источники», то есть вы выходите в скопуском, причем, помним, что как раз этот раздел «Источники» доступен даже без подписки, то есть любого девайса, как говорится, можно выйти на эту страничку. Открываете «Источники». Если вы работаете под своим логином, паролем в скопусе, точнее, появляется, есть, или должна появиться ссылочка «Скачать список источников скопус», вы ее открываете, там есть возможность выгрузки списка с метриками. Система запросит ввести логин и пароль, и после этого система позволит вам выгрузить этот список, как это XML-формат с данными по SGR, по SNIP и Sidescore, и при этом Sidescore будет еще разбит на квартире. Где смотреть квартире SGR? На сайте Siamago Group. Также вы можете… Где смотреть квартире по SNIP? Пока только в Sivali. Собственно говоря, в Sivali вы еще можете посмотреть и квартире по Sidescore и по SGR. То есть это еще один источник, где можно использовать вот эти квартиры, и я покажу сегодня как. Но опять-таки, и на самой страничке источники вы можете найти свой журнал по названию или выбрать отрасль знаний, и уже перебирая квартиры, посмотреть, какие журналы входят в тот или иной квартир по метрике Sidescore. Причем, обращая ваше внимание, здесь вот в этом общем списке вы увидите наивысший процентиль журнала. Что значит наивысший процентиль? Если журнал относится к нескольким предметным областям, он может, особенно, ну скажем так, не в рамках, здесь хоть лингвистика и ленгвич, и ленгвич и лингвистика очень схожи, да, но если это будет там, не знаю, математика и физика, журнал, да, относится к одной и другой области, то он может занимать разную позицию, разный персентиль в каждой из этих областей, в зависимости от рассчитанного, скажем так, Sidescore и, соответственно, от того, что у него в этой группе, в этой предметной области происходит. Также можно провести сравнение, да, по показателям своего журнала с другими журналами и, если вы помните, с самого начала я говорила о том, что, что нужно сделать, это выбрать референсную группу. Те журналы, с которыми вы себя позиционируете, сравните, а на самом деле те журналы, чьих авторов вы хотите заполучить, ну, как бы более-менее реально заполучить, чью читательскую аудиторию вы хотите привлечь, точнее, внимание, чьи читательские аудитории вы хотите привлечь к своему контенту, к своему журналу. Как это сделать? Опять-таки, посмотрите, в какую область вы входите и кто находится над вами, лучше на них смотреть, лучше не смотреть, кто находится на позиции ниже вас. Смотрите, кто находится, скажем так, на последних позициях там первого в квартире, да, там 70... Кто находится там, собственно, там 70... 70-76 процентиль, если вы во втором квартире, как этот журнал. То есть смотрите на позиции повыше, на эти журналы, на их читательскую аудиторию и поставьте себе их на заметку, как референсная группа, то есть журнал, который публикует работы по схожим тематикам в одинаковых с вами практических условиях, но у них показатели получше. Посмотрите, это отдельный, скажем так, отдельный разговор, изучить, посмотреть, и давайте, наверное, вот его вынесем мы в отдельную встречу, а сейчас, скажем так, поговорим хотя бы по показателям, с кем себя сравнить. Ну вот посмотрели вы по списку, кто находится над вами, там плюс 9 журналов, да, над вами. Далее вы можете перейти в раздел Compare Sources и по названиям журналов или по ССМ выбрать эти журналы для сравнения и сравнить по показателям SGR, Snipe, Sitescore, по цитируемости, по годам, по количеству опубликованных документов. Возможно, какой-то журнал чаще публикуется или наоборот реже публикуется. И самое интересное, наверное, процент нецитируемых статей по годам. Посмотрите, какой журнал, чьи статьи или статьи какого журнала все время привлекает внимание, да, чьи статьи хоть немного, но постоянно цитируются. То есть не просто одна статья с большим количеством ссылок, а журнал, у которого это распределение как бы равномерно. Все работы все равно получают ссылки. И опять-таки это интересный такой месседж может быть для читательской аудитории или авторской аудитории, что если опять-таки, может быть, это и ваш журнал, например, 70% статей вашего журнала постоянно цитируются. Это очень интересно. А если это будет вообще 90%, это отлично. Это значит, и автор ИБУ в этом случае будет заинтересован опубликоваться у вас, зная об этом, предполагая, что возможно, то есть у них больше шансов, собственно, 70% или 90% шансов, что их статья, опубликованная в вашем журнале, будет процитирована, и это выигрыш для них по сравнению с другими журналами, возможно, опять-таки, публикующимися в схожих предметных областях. Причем эту информацию вы можете повесить на сайт журнала своего, или если вы делаете какие-то там посты в Фейсбуке, ведете странички журнала в соцсетях, вы можете эту информацию анализировать и информировать своих читателей и авторов, особенно если вы будете это делать на английском языке. Итак, переходим непосредственно к анализу цитируемости. Знаете ли вы о себе все? Знаете ли вы, кто и где вас цитирует? Вот с этого момента, вы не волнуйтесь, то, что я сейчас буду показывать онлайн, я специально подготовила вот такую пошаговую инструкцию, как вы сможете это самостоятельно воспроизвести, и это будет вашим, я бы сказала, домашним заданием. Уже извините, но я бы не хотела быть таким, ну как бы вести монолог, хочется все-таки, чтобы это был диалог, и я бы хотела от вас дальше услышать, что-то вы новое нашли для себя или нет. Поэтому давайте я перейду в онлайн-режим, и мы с вами попробуем все это воспроизвести онлайн. Итак, у нас был журнал Russian Journal of Linguistics, по-моему, да, мы с вами смотрели. Да, ну давайте попробуем сделать это онлайн. Итак, мы выходим в Scopus, раздел Sources, давайте переключусь даже на русский язык, поскольку автоматически система, когда вы выходите с IP-адресов, скажем так, российских, она автоматом включит интерфейс на русском языке. Итак, выбираем, скажем так, по какому параметру мы выищем, по названию. Russian Journal of Linguistics, ну вот, сразу подсказываем. И переходим на страничку этого журнала. Обращаю также ваше внимание на то, что вы можете воспользоваться настройками уведомления о новых документах. Для этого нужно быть зарегистрированным в Scopus, если вы нажимаете вот так, настройка. Это онлайн-уведомление. Что это значит? Это значит, что каждый раз, как только в Scopus появятся новые статьи этого журнала, вам будет приходить уведомление. Ну, зная периодичность выхода вашего журнала, ну вот, вы можете выбрать ее и здесь. Да, каждый месяц, если нужно указать число, то указываете, если нет, то нет. Вы выбираете, настраиваете эти уведомления. Ну вот, давайте настроить оповещение. Поскольку я работаю в системе под своим логином и паролем, где я могу найти эти оповещения, вот, пожалуйста, выбираю слово оповещение, точнее раздел оповещения, и я вижу, что 26 числа я настроила оповещение на новые результаты из конкретного журнала. И могу каждый раз проверять, скажем так, наличие новых результатов. Ну, поскольку мы настроили оповещение, по идее, система должна их сама присылать. В принципе, на любой поисковый запрос система, систему можно настроить оповещение. Итак, но это не, скажем так, наша текущая задача. Еще раз на страничку журнала выходим. И далее мы переходим просмотреть все документы. То есть нам нужно выйти на страницу всех документов журнала. Есть еще одна хитрость, как это можно сделать дальше, чтобы не искать свой журнал по названию или SSN. Вот один раз вы это сделали, и обратите внимание, вы видите, какой поисковый запрос отразила при этом система. Source ID и вот этот номер. Запомните его. В принципе, вы по этому номеру можете дальше самостоятельно искать или, скажем так, выгружать весь список документов вашего журнала. То есть в следующий раз, если вам нужно, опять-таки, быстро посмотреть ваш журнал, вы можете выйти в скопус, расширенный поиск и как раз использовать Source ID и номер, и поиск. Надо расширить этот поиск, расширяйте. Нет, значит нет. То есть это ваш, скажем так, уникальный идентификационный номер, точнее номер вашего журнала в скопусе. И все документы вашего журнала, ссылки на ваш журнал, они в любом случае будут привязаны к карточке к этому уникальному идентификационному номеру. Он, по сути дела, зашит к карточке вашего журнала. Итак, дальше что нам нужно сделать? Кстати, здесь вы уже видите, что за люди у вас публикуются, и географию, географический состав, и тематический, как говорится, состав, и по ключевым словам, и по типу документов. Но нам интересует ответ на конкретный вопрос. Кто цитирует статьи нашего журнала? Тут же, кстати, вы можете отсортировать представление документов по цитируемости, по убыванию, и увидеть самые цитируемые работы вашего журнала. Ну, а дальше можно выбрать, нужно точнее выбрать все, и перейти на просмотр цитирующих документов. Обращаю внимание, что система переведет вас на новую страничку, в случае, если вы делаете обзор вот такой, до 2000 документов. То есть, если в вашем журнале уже 2000 публикаций, точнее больше, в этом случае вам надо будет дробить эти обзоры по годам. Вот, ну, поскольку у нас здесь 110 документов, поэтому для системы это не создало никаких проблем, мы видим вот в общей сложности 58 документов, в которых цитировались статьи вашего журнала. Опять-таки, тут же мы видим и географическое разнообразие, тут же мы видим, да, и, кстати, и язык, да, оригинальный язык публикации, и тип источника, и сами журналы, из которых пришли эти ссылки. Для чистоты эксперимента давайте исключим, скажем так, ссылки из своего же журнала на свой же журнал. То есть, вы видите, я отмечаю Russian Journal of Linguistics и нажимаю «Исключить». Я хочу оставить только те документы, которые, из внешних источников, которые ссылались на наш журнал. Опять-таки, я вижу авторов, и здесь уже, уже здесь можно даже получить какую-то дополнительную информацию, точнее, я имею в виду, понять, ага, этих авторов вы видели среди авторов своих работ, опубликованных в вашем журнале или нет. Ну, наверное, интереснее всего, скажем так, понять, вообще, что это за люди, увидеть более обобщенную картинку по этим авторам и по источникам, да, и по документам, в которых цитируется ваша работа. Насколько, скажем так, в вашей статье, вы можете, вы таким образом видите документы, которые внесли, точнее, вы видите документы, которые основывались в том числе на контенте вашего журнала. Причем, скажем так, раз это официальное цитирование, то это как бы эти авторы признают официально, что они ссылались на ваши работы и они внесли вклад в их произведение. Далее, что нам нужно сделать? Вот не будем переходить на всякие тут анализы результатов и так далее, а опять-таки отметим все, и вот здесь в выпадающем меню выбираем «Сайвал», то есть экспорт в «Сайвал». Это аналитическая система, мы не раз говорили о ней, которая есть в доступе Rodeon, но которая вот по-разному используется и лучше всего, вот для редакции журнала это, наверное, лучший способ, да, для использования «Сайвал» вот такая аналитика. Обращаю внимание, для того, чтобы все прошло как бы гладко, такой смуз, да, переход из скопуса в «Сайвал», желательно, чтобы вы и в скопусе работали под своим логином и паролем. Я обращаю ваше внимание, если у вас есть логин и пароль для работы со скопусом, он будет работать и для «Сайвала». Но лучше всего, прежде чем делать такой анализ, зайдите в скопус под логином и паролем и зайдите в «Сайвал» отдельно тоже под своим логином и паролем. То есть залогиниться нужно и в одной системе, и в другой уже потом делать вот такую переброску экспорт данных. Что здесь мне показывает система? Она показывает, что один из 32 публикаций, одна точнее, не может быть экспортирована. Почему? Вполне возможно, что это новая статья, которая была добавлена в скопусе в течение последних двух недель, и она еще не может быть пока добавлена в скопусе, по ней не рассчитаны метрики и ссылки. Итак, нажимаем «Лучше всего пропустить». Если вот появится такое, нажимайте «Skip issue and continue» и даете название этому набору публикаций. И вот пишем «Citing docs for Russian Journal of Linguistics». Safe and finish. И ждем. Буквально немного ждем. Обычно, если мы, скажем так, делаем экспорт до 5000 документов в «Сайвал», то система тут же это все просчитывает и выдает нам результат. Если более 5000, нужно где-то 6 часов. Далее, автоматически система откроет ссылочку вот такую «My SciVal», это как бы ваш рабочий стол в «Сайвале». И здесь вот на уровне «Publication Set», это вот с левой стороны значок листочка документа «Publication Set», вы должны найти созданный вами вот этот набор документов. Поскольку несколько раз, вот он сегодняшний, «Citing docs for RGOL». Дальше, что с ним нужно сделать? Ну вот давайте сразу откроем раздел «Trends» и посмотрим на этот список. Опять-таки, обратите внимание, что вы открываете. Должен быть открыт раздел, например, «Trends», и с левой стороны уровень «Publication Set». И вот наш созданный с вами сегодня набор публикаций, который мы с вами перебросили. Можем выбрать нужные нам года, но поскольку у нас журнал, по-моему, с 2016 года индексируется в Скопусе, явно как бы там ссылки после уже этого года. Поэтому выберем с 2015 по текущий момент. Да, и это 31 документ. Что мы здесь видим? Мы видим, во-первых, рост ссылок. Ну, понятно, с нуля. Потому что тогда давайте возьмем с 2017 года. Так лучше, чтобы посмотреть динамику. По 2020 год. Да, рост ссылок. FIVCI, да, FI-Lighted Citation Impact. Нормализованный показатель цитируемости по цитирующим у нас документов не очень большой. 0,48. То есть эти сами статьи, которые цитируют вас, еще не очень хорошо цитируются. В международном сотрудничестве 7 публикаций. Ну, здесь мы видим так называемые Key Phrases Analysis. Вот можно его сравнить, да. То есть какие ключевые фразы используются в цитирующих вас, в цитирующих, да, вашей работы статьях. И на самом деле его можно сравнить с теми, с тем облаком тегов, которые видит система по вашему журналу. Как это сделать? Вот с левой стороны вы можете, ну, тогда вам нужно, нет, не сможете вы это сделать. Давайте в следующий раз покажу. Хотя, в принципе, можно это сделать вот одной вот такой фишкой. Открываете модуль Overview. И чуть ниже, в разделе, точнее, чуть ниже, а с левой стороны на уровне Scopus Source просто добавляете свой журнал в рабочую область. Ну, вот здесь вы видите, у меня уже есть журнал, потому что я их добавила. У вас первый раз, когда вы выйдете, она будет пустая. Как добавить? Нажимаете Add Source, Scopus Source, и ищите свой журнал. Russian Journal of Lean. Поскольку журнал уже добавлен, вот он у меня здесь и есть. Дальше. Как его можно посмотреть в виде вот этого облака тегов? Для этого нужно будет... Сейчас, секундочку. Нужно будет нажать View List of Publications, то есть выйти на список всех статей вашего журнала и здесь нажать Save as Publications Set. То есть вы из набора в виде журнала создаете, ну, как вы преобразуете ваши статьи в Publications Set, просто в набор публикаций. И вот сделаем вот так. Pub Set for Russian Journal of Linguistics. Потому что, к сожалению, модуль Trends, он не дает анализа на уровне журналов. И вот только после этого мы с вами можем перейти в модуль Trends и найти вот созданный нами набор публикаций. Это было Publications Set, да, мы его назвали. Вот он. Pub Set for R.J.O.L. И посмотрите, а вот ваш, да, облако тегов. Emotion, Unverbitska, Russian Language, Politeness, Impoliteness, Translation, Text Language. А вот набор публикаций, точнее, набор облака тегов для статей, которые цитируют ваши работы. Посмотрите, немножко отличается. Да, и здесь, как говорится, вопрос. Почему? Можно посмотреть непосредственно эти, их немного, в данном случае, 32 работы. Дальше вы можете перейти в раздел, например, Авторы. Лучше сразу в Авторы скакать. И здесь вы увидите список, скажем так, людей, авторов, которые цитируют ваши статьи, вашего журнала. И здесь мы уже можем выбрать те метрики, которые нас интересуют в отношении этих авторов. Например, вот интересно, хочу самого, например, посмотреть H-индексового, да, скажем так, автора. Выбираем и делаем фильтр. Мы видим, да, вот у нас, пожалуйста, ага, две работы Мириам с H-индексом 16, да. Причем, посмотрите, две ее работы, они получили нормализованный показатель цитируемости 1.96. Это классная работа. То есть цитируется ее работа, цитируется лучше. Знаете ли вы этого автора? Если она у вас среди ваших авторов журнала, и что мы дальше можем сделать? Посмотрите на этих людей. Если они публикуются по вашей тематике, в конце концов, первое что, напишите им благодарственное письмо, уважаемая такая-то. Мы обратили внимание, что вы там, в данном случае, да, дважды сослались на наши статьи, нашего журнала, и прямо укажите, что это за ссылки, можно посмотреть их. То есть, пожалуйста, можете открыть эти две работы и выйти на них обратно, опять-таки, через скопус и посмотреть пристатейную литературу, да, на что они именно ссылались. Вот здесь список пристатейной литературы можно найти. Ну, опять-таки, для трех, ну, там даже для пяти таких человек, топовых авторов, которые еще не публиковались у вас, но которые уже ссылаются на работы в вашем журнале, возьмите, как говорится, их в оборот или на карандаш. В каком смысле? Возможно, они не... Сейчас вот долистаю. Translator, New Journal, Special Advisory, Fast. Ух, сколько много ссылок. Так, так, так. Pragmatic, Critic, Dealing, Prospect, Reading, Translator, Target. Что же самое стало интересное? Pragmatics, Discurse, Pragmatic, Politeness. Отличие, Един. Господи, какой большой список пристатейной этой литературы. Journals, Korean, Korean, Asking European Journals, это это. В принципе, можно выгрузить этот список пристатейной литературы. Так, пока не нашла, видимо, где-то пропущено. Russian Journal of Linguistics. Извините, пожалуйста, если вы ищите, была ли она нашим автором, то эта автор была. А вот второй, который там у нас в списке, то второго, я даже не знаю этой фамилии. С Мири Блохер мы делали специальный выпуск. Вот этот вот второй, Бонд. Вот этот, посмотрите. Франсис, ну это Non-Young Technological University. Давайте можем посмотреть. А следующие авторы? Сейчас мы можем посмотреть на... Причем, посмотрите, это в соавторстве с другими авторами. Фамилии знакомы? Или не очень? Это Сингапур. А кто автор? Очень мелко, просто я сейчас не вижу, как-то затронено. Франсис Бонд. Нет, вообще не знаю. Ну, вот смотрите, сейчас я давайте выйду прямо на его профиль отсюда. Спасибо большое. Да, 86 документов, 1127 цитирований, H-индекс 16. Пожалуйста, можете посмотреть. Вообще такого автора. Ну, вот можно, опять-таки, по одной его этой работе, можно посмотреть. Сейчас View in Scopus. То есть ее уже процитировали. Можно, я надеюсь, что список литературы будет небольшой все-таки. Можно посмотреть, что за документ в вашем журнале он цитировал. А не цитировали, потому что несколько авторов. Сейчас, сейчас, сейчас. Все-таки уже Алексей, Алексей, International, Nature, Annual, Proceeding, World. Вот, они цитировали, а, вот, наверное, с автором Гробовский. Вот эту статью. Может быть, кстати, еще. Спасибо большое. Да, эту статью я помню. Спасибо. Вот, да. Гробовский интересный среди автора. Да. И, по-моему, получается, и соавтор. Ну, вот, смотрите, то есть у вас, получается, есть авторы, да, которые публикуются вроде бы у вас. У них есть другие соавторы, то есть они публикуются и в других журналах. У них есть другие соавторы, которые у вас еще не публиковали. Привлекайте их. Опять-таки, как я уже сказала, напишите им как минимум благодарственное письмо. Спасибо, вот вы с коллегами сослались на нашу работу, вот такую-то, такую-то, одного из вашего соавтора. Если вас интересует в дальнейшем эта тематика, которая будет, например, там, публиковаться в нашем журнале, мы готовы вам напрямую высылать анонс, да, нашего содержания. Будьте ненавязчивыми, но предлагайте им как бы, я не могу сказать услуги, а помощь в информировании по их тематике. Возьмите на заметке, да, вот этих людей, ну и говорю, даже как, не знаю, подружитесь с ним в Фейсбуке или там предложите, что вот, там, типа, подпишитесь на нашу фейсбучную страничку нашего журнала, тем более, если она будет на английском языке. Психологию никто не отменял, внимание всегда было ценно. А если вы предложите этим занятым людям какую-то помощь и поблагодарите их за внимание к вашему журналу, то они ответят тем же. Поздравьте их, в конце концов, с Рождеством наступающим, с какими-то праздниками. Поддерживайте с ними контакты, еще раз говорю, подпишитесь на них, предложите им подписку на свой журнал, на апдейт, да, журнала, предложите им информирование по новым статьям в вашем журнале. Не знаю, есть ли еще вот дальше знакомые вам авторы, там, Мину, Олеги. Этот есть, а вот перед ним, выше, после бомба. Лаура, да, Лаура, из Норвегии, да? Не знаю, да, посмотрите, пожалуйста. А давайте вы это сами теперь сделаете, поскольку у вас есть теперь инструмент, я вам рассказывала, как это сделать. Поверьте, это вот несколько кликов буквально. Я еще не очень вникла в эту ситуацию. Смотрите, в презентации я вам прям покажу, буквально пошагово. Да, страничка вашего журнала, дальше второй шаг, просмотреть все документы, я даже здесь без всяких отвлечений. Третий, выбирайте все, дальше просмотр цитирующих документов, дальше исключаете, вот здесь обратите внимание, исключить самоцитируемость своего же журнала, дальше все, экспорт в Сайвал, и уже в Сайвале, в разделе вот publication set, в модуле trends, авторы, вы увидите этот список. Ну, ладно, давайте тогда ради, скажем, времени на сети есть. Я пытаюсь потренироваться, это очень интересно. Конечно, конечно. Ну, посмотрите, как бы и весь список. Их не так много, этих людей, хотя прилично, но явно по этому списку вы можете уже оценить, кто из этих людей, да, ваш автор был у вас, а кто нет, и выбрать интересные, скажем так, интересных персон, не обязательно всех, да, брать во внимание. Дальше просто зайти, посмотреть каждого профиль, что он публикует, насколько он близок к вашей тематике, насколько случайно он встал, да, процитировал. Может быть, другие его соавторы тоже цитировали ваши работы, и они публиковались у вас. То есть для анализа очень много информации. Более того, если вы уже во втором квартире, вас, конечно же, будут интересовать, скажем так, ссылки в журналах или авторов, которые вхожи в первой квартире, да, и в этом случае, скажем так, ну, потому что, знаете, это вот как присоединение к лучшему, да, если у вас опубликуются люди более авторитетные, они привлекут более авторитетное внимание, то есть, собственно говоря, то внимание, которое уходит на Q1 журналы, да, они в какой-то степени привлекут к вам. Поэтому вы должны быть заинтересованы в публикации или стремиться привлечь к авторскому составу, да, людей, которые авторитетны, с высоким H-индексом, и которые уже публикуются в Q1 журналах. Ну, вот в данном вашем случае. Как это можно посмотреть? Можно выбрать, опять-таки, эту метрику здесь же. Вот из выпадающего меню, например, в «Count Citation», мы выбираем «Publication in top journal percentile», и выбираем «Top 25», и можем выбрать, не знаю, какая для вас метрика самая такая актуальная, но давайте выберем «Site score percentile», и пусть это будет не процент, а количество публикаций. То есть мы с вами выбираем из-за вот этого списка авторов и наших статей, поставим фильтр дополнительный, и вот сортировку. На первом месте у меня должны быть авторы, у которых статьи, в том числе цитирующие мои работы, опубликованы в журналах Q1. И вот, это ваша Мириам, это вот Антонио, да, из Испанского университета, Гарсия Гомес. Наверное, вы его знаете. Я не знаю. Не знаете? Не знаю. Он публиковался, я даже не знакома с ним. Из трех его статей всего, в которых цитируют. Вы видите, человек уже трижды процитировал ваш журнал. А вы еще знаете, как так? Не знаю, очень не знаю. Ваши те, да, а не знаете, кто вас, как говорится, возносит на те самые персентили, да, во второй книге. Тем более, посмотрите, его работы 1 из 16 нормализованы показатели цитирующих, то есть они хорошо цитируются. Но из них только две – это публикации в журналах первого квартеля. Это журнал, кстати, Intellectual Pragmatics и Computer Assisted Language Learning. Вот 20-го года обе статьи. Опять-таки, вот таким образом вы можете выйти на View in Scopus и посмотреть. И на этого автора, и на эти публикации. Если же, опять-таки, ну вот что мы еще можем сделать? Если же вас интересует не просто Q1, а Q1 и Q2, то есть кто из вот этих, из этого набора публикаций, статьи в журналах первого и второго квартеля. Для этого можно сделать следующий шаг, скажем так, вычленить сразу два квартеля. Для этого нужно выйти в раздел Benchmarking. То есть у нас SciVal, он состоит из модулей. Модуль Overview, Benchmarking, Collaboration Trends. Далее выбрать, скажем так, на вот эту рабочую, да, вот эту панель, вынести тот объект, который мы хотим проанализировать. В нашем случае это как раз цитирующие нас документы. Можем, кстати, добавить сюда же и наш журнал. Да, единственное, что, ну, уберем наш университет из показа. И чтобы это все не в виде графиков, а в виде таблички было. Ну и давайте временной промежуток, обращайте всегда внимание, чтобы у вас был корректно стоял временной промежуток. Ну, пусть будет с 16 по текущий момент. А дальше мы выбираем с вами метрику. И вот здесь мы как раз, вот из выпадающего меню, там где слово метрикс, нам нужно выбрать с вами те самые квартиры, топовые квартиры, которые нас интересуют. Где это сделать? Вы видите, что все, в принципе, все метрики, они распределены по отделам. Метрики сотрудничества, метрики публикационные, то есть количественные метрики по просмотрам, по цитируемости. Вот как раз квартиры у нас в разделе цитируемости. И здесь прямо мы видим publication in journal quartiles. Выбираем ее. Дальше из выпадающего меню выбираем Q1, Q2, то есть вот первые два квартиры. И давайте сейчас выберем метрику СНИП. Все-таки, если мы хотим, скажем так, развивать журнал без отрыва от стратегии университета, а если университет наш планирует участвовать в программе PSAL, а если в PSAL останется, скажем так, метрика результативности СНИП, количество публикаций в журналах Q1, Q2 по СНИПу, то тогда, может быть, имеет смысл ориентироваться на эту метрику. Поэтому выбираем СНИП, выбираем Total Value, общее число публикаций, и нажимаем Choose. И у нас остаются с вами публикации в Q1, Q2 по СНИПу цитирующих нас статей и нашего непосредственно журнала. Видите, кстати, по СНИПу вы входите во второй квартиль, а по СНИПу еще нет. Даже метрика, кстати, не рассчитана для вашего журнала. Наверное, потому что еще не успела. Хотя рассчитана, почему так, не знаю, не спрашивайте меня. Хотя по Сайт Скор должно быть интересно. Все правильно. Посмотрим. Да, по Сайт Скор все корректно. Вы во втором квартире, и даже отражается количество публикаций. Давайте вернемся тогда к СНИПу. Опять-таки можем это оставить, можем СНИП, можем СЖАР выбрать. Итак, вот мы видим 16 работ. Это 16 статей, которые были опубликованы в журналах Q1, Q2 по СНИПу, и в которых цитировались ваши работы. То есть если вы хотите забраться на тот же уровень, вам нужно посмотреть, вам нужно, по идее, привлечь этих авторов. Вообще, что это за авторы, что это за публикации. Опять-таки, даже публикации по схожим тематикам может быть интересно, привлечь внимание читательской аудитории. То есть мы можем, опять-таки, нажать на это число, 16, Save as publication set, то есть создать, опять-таки, новый набор публикаций. Давайте назовем его Citing Russian Journal of Languages. И вот так оставим. Все, набор маленький, 16 статей. Опять возвращаемся в раздел Trends. И находим этот набор на уровне, скажем так, среди publication set, среди вот этих наборов публикаций, которые мы создали. Помним, что мы его назвали Citing Russian Journal of Linguistics. Да, publication within, извините. Да, вот он. По СНИПу как раз. Да, именно по СНИПу. Опять это Россия Гомос здесь впереди. Да, да, будет, да, скорее всего. Да, 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 да. Но, опять-таки, в данном случае вы, по крайней мере, видите, да, такую общую картинку. Создать publication set очень просто, то есть кликнули на число документов. Но зато вы точно знаете, что это как раз, да, вот этот список 16 публикаций, это и есть публикации, которые опубликованы в журналах первого и второго квартиля. Смотрите, и вы видите вот эти сами теги, да, тематические. Вы видите авторов. И в разделе Source вы видите как раз журналы, да, которые опубликовали их работы. African identities, пожалуйста, одна статья. Intellectual pragmatics, journal pragmatics, computer-assisted language learning и так далее. Но, опять-таки, самое главное, наверное, из этого анализа – это люди, да, которые цитируют вас, но еще у вас не публиковались. Возьмите их на заметку, вот сделайте такой анализ. Как его сделать? Как я уже сказала, в презентации это расписано, вот пошагово. Да, я еще здесь даже допишу. Не запишу исключить самоцитирование. Включите самоцитирование. Я попробовала так делать, у меня в этом нет сайвала. Можете еще раз показать, куда вы экспортируете? Просто я даже не понимаю, у меня там сайвала нет. Нет сайвала? Да. Значит, у вас… А вы вообще регистрировались сайвале? Да. Ну, откройте сейчас сайвал и попробуйте… То есть у вас открыт и сайвал, и скопус. Да. Значит, смотрите, давайте тогда я здесь специально оставлю еще одно место, я добавлю сюда вот ваш случай. Что может быть? Может быть… Я напишу в техслужбу, может быть, не синхронизированы почему-то… Хотя это должно быть, не синхронизированы, скажем так, логины, да, между двумя системами. Один из вариантов, как это сделать еще… Посмотрите, вот мы с вами находимся в списке, да, цитируемых документов. Попробуйте тогда выбрать все и экспортировать в Excel формат, выбрать CSV формат Excel. И выбрать EID, то есть дальше нажать «Экспорт», и у вас экспортируется Excel файл. То есть, грубо говоря, у вас экспортируются вот эти 32 документа, в которых ссылались на ваши статьи. Вы его открываете. Сейчас мы его откроем. Я это добавлю в презентацию, чтобы у вас это был как, скажем так, в случае если нету кнопки экспорта в сайвал. Так, сейчас. Вот он. И здесь как раз EID есть эти. Вы их просто копируете, copy-paste делаете, copy, а дальше просто открываете сайвал, извините, открываете сайвал, где наш, вот здесь мы были. Открываете вот этот раздел «Publication Set» и внизу, в самом низу, есть кнопка «Add Publication Set». Нажимаете ее, нажимаете «Испорт», и вот здесь, там, где «Paste ID», просто вставляете скопированные EID. EID – это уникальные идентификационные номера статей в скопусе. И нажимаете «Загрузка». И вот у нас с вами знакомая, да, один документ не подзагрузился, пропускаете, даете название, у вас таким образом формируется Publication Set. Это в случае, если кнопка экспорта в сайвал не работает. Я обязательно добавлю в презентацию. Понятно? Да, спасибо. Ага, вам спасибо. Коллеги, на самом деле, вот для нашей сегодняшней встречи это все, что я хотела показать, обратить ваше внимание на вот такой анализ. Вот, то есть я добавлю вот этот случай, если не работает кнопка, и оставлю вам как дополнительное еще раз напоминание, как провести поиск вообще в сайвале, про, как посмотреть, цитирую в своих документов, не теряна ли она, как использовать, скажем так, состав терминов для поиска, какие операторы, вот, и, собственно говоря, да, все. И на следующий раз я буду очень рада, если вы тоже будете говорить и расскажете, скажем так, ну, вот такое называется задание на две недели. Я понимаю, что мы все с вами очень заняты, и, но тем не менее, попробуйте к следующему разу провести вот такой анализ. И давайте договоримся, что в следующий раз вы мне расскажете, удалось ли кого-то найти интересного из авторов для того, чтобы наладить, скажем так, контакты с ним, хоть как-то с ним познакомиться. А я тогда и подготовьте, может быть, вы еще что-то захотите услышать, а я, если вы согласны, в следующий раз буду планировать, как можно, скажем так, еще использовать сайвал с точки зрения топиков, да, соотнести, по каким топикам публикуетесь вы или в какие топики попадают ваши статьи, и уже из топиков смотреть авторов, потенциальных интересных авторов для вашего журнала. Вот. Если вы согласны с таким планом, то, я думаю, что давайте его примем. Отличный план. Спасибо, да, спасибо. Ну, да, коллеги, у тебя вопрос. Сейчас я открою чат. Если до сих пор не проиндексированы журналы, которые вышли в июне-августе, кто может оказать содействие? В презентации это есть. Пишите в BD Content Helpdesk на английском языке. Сейчас я еще раз открою эту страничку. Вот сюда BD Content Helpdesk с копией Максима Филатову. Пишите на английском, что delay in indexing please add missed issues. И прописывайте ссылочки на контент, непосредственно на содержание пропущенных выпусков. В теме письма указывайте название журнала SSN. Желательно ссылочку на страничку вашего журнала в скопусе. Прямо пишите. Dea Content Scopus Team просто можете писать. There are two missed issues of our journals in Scopus. И перечислите. Волюм такой-то. И ссылочку на контент. Волюм такой-то. Please add missed issues into Scopus. Ну вот что-то в этом роде. А простите, пожалуйста, я вот просто проанализировала, да, ну, добавление контента в скопус. На самом деле ни лингвистики там нет, да, ни социологии там нет. Вот то есть первый номер есть, а это что, какая-то массовая история? Это история с забором вашего контента, в зависимости от того, что там прописано. Еще раз говорю, все зависит от того, что указано, ну, что вы указывали в permission form. И как у вас это все запрограммировано. Есть сложности, поэтому вам сейчас нужно наладить, то есть, грубо говоря, сейчас команда Скопус, если вы видите серьезные задержки, напишите письмо, можно даже как бы одно письмо и по нескольким журналам. Может быть, Ольга Евгеньевна напишет письмо такое, там, я ей помогу с формулировками. Но главное, чтобы была ссылка не просто на сайт журнала, а на контент, на страницу контента. И в этом случае вообще по идее команда Скопус, они устанавливают у себя alerts, так называемые, которые позволяют им отследить появление нового контента на этой странице. И тогда, опять-таки, еще зависит, как это все запрограммировано. Я же не знаю, что вы подавали, как вы, ну, как бы, когда заполняли permission form, что вы указывали, как вы будете передавать контент. PDF-ами, в печатном виде, в виде сайта. И что вы там указали? Ну, у нас все-таки 25 тысяч журналов. И, естественно, мы не видим, уж тем более я вообще не вижу эти permission form, и с ними сталкиваюсь только, когда уже возникают проблемы. Поэтому начните хотя бы с того, чтобы сдвинуть с мертвой точки добавление контента. Команда, эта команда, они отвечают нескоро. Если в течение недели они ничего не ответят, тогда еще раз высылайте уведомления, там, please respond to Alia, send email. То есть, напоминайте, и с первого раза мы не подключаемся. Если команда задерживает с ответом, мы подключаемся, я, Максим, и, соответственно, подключаем там директора содержания Scopus. Технические задержки есть. Точнее, могут быть. Хотя при этом есть журнал, например, из Питера, математический журнал. Вообще выложили контент через две недели уже в Scopus. Никаких проблем. Это, как я уже сказала, технические вопросы. И там очень много завязано на том, как у вас представлен контент, как его легко может машина забирать, читать и анализировать. И вообще установлена ли эта связка между Scopus и вашим, скажем так, вашим сайтом или вашим источником информации. Поэтому, если вы говорите, что нет контента, давайте готовить письмо. Да, еще кто-то хочет сказать что-то, может быть. Все. Коллеги, тогда... Да, я еще вопрос задам. У меня вопрос. У нас было летом обновление сайта, да, ну, портала всего, может, это связано с этим, чтобы в дальнейшем просто избежать вот этих историй, да, что с задержкой выпусков. Спасибо большое за это. Конечно, давайте наладим... Вот это самая первая причина, когда журнал переходит на новый сайт или что-то обновляется. Вы понимаете, что в любом случае обновляется, скажем так, адрес, да, строки. И все, это значит для нас, это значит, что мы теряем, что возникнет вопрос с индексацией, с задержкой. Обязательно нужно сразу проинформировать нас. Так, еще у Татьяны Викторовны, да, еще вопрос. Татьяна Викторовна. Да, огромная опять. Все эту науку надо будет отдельно изучать. Во всяком случае, для меня. Они так быстро схватывают все технические моменты. Нет, конечно, давайте, да, еще раз говорю, давайте вы попробуйте. Я вышлю презентацию, там все пошагово расписано. Вы попробуйте это сделать. Если что-то не получится, ну, по крайней мере, вы хотя бы увидите, да, то в следующий раз мы сможем в онлайн-режиме повторить, чтобы, я правда не знаю, как это лучше сделать, чтобы вы там присоединились к какому-то одного компьютера, а на другом это пробовали тут же делать. Но, ну, все равно это надо руками попробовать. Конечно, обязательно. Галина Викторовна, ну, еще вот вопрос. Вы говорили про эту помещенство. А что вы порекомендуете, что должно быть указано там, чтобы это, как вы говорите, вы вышли через две недели, мы уже там. Потому что полгода ожидания, это у нас обычная практика. Действительно, второй номер вышел у нас в июне, и до сих пор он не проиндексирован. Это не может быть, вы тоже перешли на новую платформу? Ну, вот там, да, добавили, там что-то нам поменяли. Ну, чем чаще будет, чем старая платформа. Это у нас постоянно, это самое начало так. Вот с 18 лет мы нашли, мы с этим страдаем, постоянно этим. Один из вариантов, ну, опять-таки, это тоже не ускорит, наверное. Один из вариантов, нет, конечно, желательно, скажем так, когда машина с машиной разговаривает, это лучший вариант. Еще зависит от того, как там, как говорится, запрограммирован ваш контент, насколько он хорошо читаем, да, PDF, это не просто скан, да, а это все-таки PDF с XML, желательно, читаемым. Причем я знаю, что Ольга Евгеньевна, я ей высылала формат XML, наиболее приемлемый для прочтения, да, и это, кстати, в презентации есть. Вот чем менее меняемы будут ваши сайты и более читаемые, скажем так, в XML-формате контент, тем больше шансов, что журнал будет быстрее индексироваться. В самой этой карточке вы сказали, что могут быть указаны разные, так сказать, позиции. Да, 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 да. Ну, ваш журнал уже индексируется. Вот если вам пришлют, опять-таки, ну, вы можете, ну, нужно на саму, ну, как бы не саму карточку, подождите, Permission Form и карточка журнала разные вещи. Permission Form, да, это вы указываете контактную информацию, в каком формате вы передаете контент и откуда его брать. Это одна история. Карточка – это совсем другая история. Карточка, по сути дела, карточка и Permission Form, они, ну, не пересекаются с точки зрения индексации. Вот, карточка как бы отображает такую информацию общую. Если вы говорите про изменение информации в карточке журнала, то пока два раза в год. Хотя есть планы в следующем году делать это почаще, но пока два раза в год меняется карточка, ну, вносится изменение в карточке журнала. Поэтому давайте, знаете что, давайте наладим, скажем так, если вы сейчас видите, вот уже прошло, давайте так говорить, когда бить тревогу, если по поводу задержки контента. Если у вас на сайте появился уже контент, а через два месяца его еще нет в скопусе, вот давайте договоримся, вот давайте вот с этого момента тогда стоит писать в команду «Биди контент хелпдеск» и «Биди тревогу» говорит, что пропущен контент. Два месяца. Хорошо? Да, конечно. А у нас тем более уже шесть. О, ну, мне тогда вопрос, чего тогда сидим и ждем? Срочно писать. Здравствуйте, уважаемые коллеги, всем здравствуйте. Здравствуйте. Значит, обсуждение этой темы. Я сейчас посмотрела, вот в частности по Руден-джорналу в социологии. Там присутствует сейчас первый номер и одна статья второго номера. Вот как объяснить эту ситуацию, учитывая, что у нас договор все-таки о передаче, именно в PDF-формате. То есть ваши коллеги отсюда, из редакции, они забирают с нашего сайта просто PDF-файлы. Они ничем не отличаются. При любых изменениях портала файлы PDF при этом не поменялись абсолютно. Что здесь может служить причиной? Какие XML-форматы или еще что-то в этом? Дело в том, что, Ольга Евгеньевна, поймите, PDF, он же тоже не, скажем так, и, как я уже сказала, не просто PDF, когда мы сделали фотографии, это должен быть читаемый PDF. И еще вопрос. Что написано в Permission-форм? Где забирать PDF-ы? Вы сами передаете их на FTP? Нет, нет, нет. Изначально, что у нас открытый доступ, что контент доступен, и ваша команда забирает все сама. Ну, так вот, значит, откуда забирает? С сайта же? С сайта, с сайта, да. И PDF, они вот так. Значит, вопросы с сайтом, вопросы, опять-таки, может быть, что-то поменялось с сайтом, не работают ссылки, не работают алерты, они не знают, что у вас поменялся контент. Я могу заподозрить только одно в этой истории, что изменился артикул для подготовки файлов для РИЗМ. У нас файлы готовятся именно на базе программы РИЗМ. И, видимо, вот эти изменения как-то повлияли на сам характер самих файлов этих PDF. Ну, будем выяснять. Нет, на самом деле можно выяснять, но вот, Ольга Евгеньевна, можно тогда попросить вас, наверное, по вашим журналам, которые вы видите, что задержка индексации, написать даже по-русски мне письмо, точнее, даже не по-русски, а вот указать название журнала, которое есть в скопусе, аэсэсэсэн, ссылочка на страничку и указать, отсутствует выпуск такой-то, ну, выпуск номер такой-то и ссылку на контент этого, ну, этого выпуска. Ну, я поняла, да. То есть вот такую справку, а я тогда подготовлю общее письмо, напишу в команду скопус и попрошу, чтобы они перепроверили и поставили alerts у себя, ну, проверили, работают ли эти alerts на появление нового контента. Потому что в любом случае забирают, то есть почему в permission form указано PDF? Это ваше разрешение на то, чтобы мы забирали у вас PDF-ы. И опять-таки обрабатывали их или PDF-ы, хотя, опять-таки, это должен быть читаемый PDF. В этом случае больше шансов на обработку. У нас технология подготовки файлов не изменилась. Не изменилась. Не знаю, что, вот изменилась вот эта вот программа Articulus, может быть, в глубине... Ну, опять же, если Ирина совершенно спокойно с этим работает, то это международный формат. И это файл PDF, да, он ведь отображается адекватно. Во всех базовых данных. Я думаю, проблема в связке. У нас не забрали, ну, как бы, у команды Scopus, они не... То есть они не видят, что появился новый контент, и его не забрали. Вот в чем проблема. Ну, это я не знаю, что могу сказать. Да. У нас ни облика, ни пароли, ни завки не поменял. Вот наша с вами задача, скажем так, вот самое первое, с чего я начала, отслеживать, чтобы, ну, как бы, чтобы забор контента был регулярным и обновление. И, опять-таки, я не говорю, что мы чистые, пушистые, вот такие вот, как бы, прекрасные. Нет, это может быть и проблема на нашей стороне. Почему-то эти алерты не срабатывают. Может быть, опять-таки, у нас там, мы же тоже не стоим на месте, мы в конце 19-го года перешли тоже на большую новую платформу. Может быть, поэтому не срабатывает наша с вами сейчас задача установить, то есть сделать этот процесс регулярным. Но кто, кроме как вы, лучше знаете, что у вас пропущено и когда это было выпущено. Как я уже сказала, давайте установим. Ну, конечно, в этом нет проблем. Просто я вам напомню, мы с вами уже писали такое туда письмо. Как раз тот момент, когда мы обсуждали возможность подготовки в XML-формате. Да. Мы обсуждали и момент просто скорости передачи PDF-файлов. И я для себя на тот момент поняла, что эти проблемы точно уже решат, что PDF-файлы будут забирать вовремя. Но, видимо, не случилось. Нет, нет, нет. Я говорю, здесь вопрос в алертах как раз вот этих, чтобы у команды Scopus систематически появлялись уведомления, что на сайте появился новый. Ну, вы представьте, как, то есть даже логически, да, как можно отследить появление нового контента на сайте. То есть должно быть какое-то уведомление. Не будет же один человек сидеть и все время, каждый день заходить на сайты всех журналов и проверять. Нет. Ну, на самом деле, у нас действует там система подключения уведомлений. Может быть, они могли бы кто-то из их команды это себе подключить, если он… Галина, у нас свои алерты, как я говорю, вот что-то не срабатывает, уже вот, как говорится, что именно не нашли… Да, да, это технический вопрос. И пока команда… Нам сейчас главное обозначить проблему перед командой технической Scopus, а в зависимости от их ответа будем дальше следовать их рекомендациям и так далее. Поэтому жду тогда от вас письмо по пропущенному контенту. Так, так, так. Когда у нас будет следующая встреча? Через две недели. Ну, по-моему, все. Больше вопросов нет. Все, тогда с меня… Да, да, я прошу прощения. Да, да. И к вам вопрос, с Ольгой Евгеньевной вопрос по поводу… Я так понимаю, что вы нам сообщите, да, о решении вашем, в общем, Ольга Евгеньевна? Что вы имеете в виду решение общения? Вопрос понятен? Нет. Что значит «сообщим решение»? О чем? Нет, нет, это Ольге Евгеньевне о том, что решена проблема, не решена что-то, как. А вы увидите в Scopus. Хорошо, все, тогда. Спасибо большое. Вопрос понятен, она не может быть не решена. Галина Петровна, по поводу следующей встречи, давайте все-таки уточним, через две недели мы о каких журналах говорим? В какой категории журналов? Вот с вашей, с этой, которая уже индексируется через две недели. Уже индексируется, да? Да, а на следующей неделе мы встречаемся с журналами с первой и со второй группой. Да, ну, теперь мы даты остановим, да. Ну, время всех устраивает, как я понимаю, вот такую вещь, она, правильно? Да, да. Я думаю, что... Ну, хорошо, ладно. Хорошо, спасибо большое коллеге. Значит, да, наше домашнее задание... Спасибо большое, очень интересно. Спасибо, да, презентацию я вышлю. Домашнее задание наше с Ольгой Евгеньевной, добавить весь ваш контент, который пропущен, и установить, как бы...